Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ярмарки-привозы пользуются широкой популярностью среди местного населения, как в городе, так и в сельских округах. Задача главы города – расширять сеть реализации местной фермерской продукции. Сегодня все преимущества такой выездной торговли в полной мере ощутили жители Джигинского сельского округа. Этой ярмарки-краски в поселке Джигинка привлекали внимание потенциальных покупателей. С каждым часом желающих поучаствовать в беспроигрышной лотерее становилось больше. Есть такой номер? Господа, заберите свою колбасу! Главное преимущество таких ярмарок – это фиксированные цены, которые по результатам мониторинга крупных сетевых магазинов устанавливает городская администрация. Здесь цены ощутимо ниже, чем в других торговых точках города. За контролем над ценообразованием пристально следят представители специальной комиссии, которые сопровождают выездную торговлю. Жители поселка довольны. Это же классно! Вот мы прошли, все попробовали. Нам цены, нас вполне здесь устраивают. Еще вот когда вот такие веселушки, вообще классно. Нет, очень хорошие ярмарки. Спасибо большое администрации города и всем, всем, всем. Замечательно. Здесь, правда, цены приемлемые, а в город поехать не всегда получается. Впрочем, сами фермеры также высоко оценивают эффективность таких площадок. Буквально за несколько часов торговли товар полностью раскупается. И проведение привоза в сельских округах ощутимо увеличивает объемы продаж. В Виноградном, Точка, Благовещенка, Анапская, Цепанобалка. У нас много точек, поэтому люди хорошо берут мясо. После работы ярмарки представители городской администрации с главами сельских округов и представителями местных ТОСов обсуждают дальнейшее развитие торговли. Выясняются приоритеты, что необходимо местным жителям и какой ассортимент нужно расширить. Но самым главным, конечно, остается развитие и поддержка местных фермерских хозяйств. Ярмарки, которые мы организовываем, они рассчитаны не сколько для предпринимателей, а сколько для малых форм хозяйствования. Это крестьянско-фермерские хозяйства, это личные подсобные хозяйства. Это инструмент поддержки сельхозтоваропроизводителя. Естественно, чем больше мы им даем возможности реализовывать свой произведенный продукт, тем лучше они развиваются, могут строить планы, перспективы развития. Конечно, они востребованы. Желающих работать на этих ярмарках очень много. В связи с чем мы, конечно, готовы дальше поддерживать и развивать их структуру ярмарок. И, скажем так, продвигать их на уровне города и сельских округов. И поднимать тем самым заинтересованность личных подсобных хозяйств в увеличении своего производства. По поручению главы города Сергея Сергеева, работа выездных ярмарок расширит свою географию. Новые точки появятся в хуторе Красном и станице Гостогаевской. Расширятся торговые площадки Иванапской. Также появится еще один объект в центре города, который будет востребован не только жителям, но и гостям в высокий курортный сезон. Встречи представителей анапских ТОСов с первым заместителем главы курорта Анжеликой Базуновой стали уже традиционными. В администрации признают, что такая работа приносит максимально эффективные результаты. Общественники знают о всех чаяниях жителей своих округов, благодаря чему власти города могут оказывать помощь адресно. ТОС номер 14 в самом сердце Анапы, включая дома по улице Владимирской, Горького, Астраханской, Крымской и Новороссийской. И хотя дома здесь не первой молодости, активисты стараются поддерживать их в должном состоянии. Елена Бардокина проблемы в своих домах знает лучше других. Одна из них – пустующий подвал на улице Владимирской. Если это находится в доме, может быть, это нельзя было приватизировать, а отдать дому? Специалисты ЖКХ вместе с управляющей компанией найдут собственника, чтобы привести подвал в порядок. Общественники сегодня – люди продвинутые. На прием приходят сразу со слайдами. Вот и кронирование деревьев в микрорайоне обсуждают с первым заместителем на примерах. Первый замглавы Анжелика Бузунова сразу дает распоряжение управлению ЖКХ включить территорию в планы по кронированию, отметив, что эти работы начнутся в конце февраля. На контроль поставленный вопрос ремонта в подъезде дома на улице Астраханской. Как пояснили в коммунальщике, теперь решения о ремонте принимаются в течение недели, но жители с проблемой не обращались. Тем не менее, здесь отремонтируют и двор, просевший после ремонта коммуникации. Конечно же, Валерий Иванович здесь записал все. Поручения управлению ЖКХ получили, конечно. К судьбе стометровки пешеходной зоны в 12-м микрорайоне пришлось вернуться в очередной раз. Пока стоит хорошая погода, здесь по поручению главы города начаты ремонтные работы. Координатор ТОС «Восточный» Наталья Ключенькова доложила главе города, что часть пешеходного тротуара на стометровке пришла в негодность. Глава дал поручение своему первому заместителю посмотреть, в чем здесь проблема, ведь на самом деле тротуар ремонтировали совсем недавно. Руководители ремстроя Анжелика Бузунова, а также координатор ТОС Наталья Ключникова прошлись по этому тротуару. Он явно разбит тяжелой техникой. Многочисленным торговым точкам автомобили подъезжают беспрепятственно. Уже сегодня на стометровке начатые работы по асфальтированию разрушенного дорожного полотна, будет восстановлена плитка и закрыт проезд для грузовиков. Порядка 80 миллионов рублей из местного бюджета будет израсходовано в 2017 году в Анапе на ремонт и содержание дорог и тротуаров. На краевом селекторе прозвучали планы краевых вложений в благоустройство дорог. Специалисты жилищно-коммунальной сферы Анапы приняли участие в краевом селекторном совещании по ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований Кубани под руководством вице-губернатора Андрея Алексеенко. Основное внимание – ремонту Дорожного фонда Края в 2017 году. По результатам использования выделенного краевых субсидий в 2016 году планировалось произвести ремонт и капитальный ремонт 60 километров автомобильных дорог в местном обозначении и построить, произвести реконструкцию 2,8 километров автомобильных дорог. Физические показатели мы достигли по ремонту и капитальному ремонту 91 километр. Для участия в программе 2017 года муниципалитеты Края подали заявок на 3 миллиарда 800 миллионов рублей, что в три раза превышает выделяемые лимиты. Рассмотрение заявок продлится до 17 февраля. Анапа предоставила расчеты по 18 объектам улично-дорожной сети на сумму 110 миллионов рублей. Вопрос участия Анапы в краевой программе на контроле у заместителя главы Анжелики Базуновой. В планах – ремонт Пионерского проспекта, улица Страханская, Тургенева, Гоголя и других. Закончено формирование заявок по сельским округам. Анжелика Базунова потребовала от управления ЖКХ жесточайшего контроля и за подрядчиками, чтобы не получилось, как у соседей. Контракт есть, а работы выполнить не успели. Завтра православный мир отмечает праздник Крещения Господня. По традиции, в ночь на 19 января в ближайших водоемах и специальных купелях все желающие совершат символический обряд омовения. Сегодня в Крещенский сочельник во всех храмах курорта с самого утра освещают воду. Сотни жителей города пришли в храм Серафима Саровского ранним утром, чтобы принять участие в церемонии водосвятия. Великое водосвятие Великое водосвятие совершается два раза в году – накануне Крещения и после Литургии в сам праздник 19 января. Православные верят, что Крещенская вода обладает целительными и чудотворными свойствами. Великое водоосвящение совершается не только по всей Руси Великой в православных храмах, а по всему миру, где есть православные храмы. Хочу поздравить всех дорогих жителей города Анапы с преддверием Великого праздника Богоявления Крещения Господня. Да, завтра действительно будний день, рабочий день, не выходной. Но не забудь, дорогие крещеные люди, что завтра Великий праздник. И найдите времечко или в обеденное время, или после работы прийти за водичкой. После того, как заканчивается последняя вечерняя служба, священнослужители и прихожане отправляются к водоемам для освящения воды и купания в ней. Шествие сегодня начнется в 21 час от территории храма Серафима Саровского. Это не церковное установление, это народная традиция, которая идет из благочестия народа. И поэтому к этому делу нужно приступать благочестиво. Это не какое-то купание, не какое-то соревнование, или развлечение, или моржевание. А это есть прикосновение такое к благодати Божией. И поэтому призываю тех, кто желает совершить это омовение крещенское сегодняшний вечер, благочестиво отнестись к этому. Так что воздержитесь, дорогие, от крепких напитков и получите благодать Божию. Напомним, в Анапе определены три места, которые специальным образом оборудованы для массовых крещенских купаний. Это пляж Малая Бухта, центральный пляж Анапы на улице Гребенской и центральный пляж Станицы Благовещенской. Там будут дежурить отряды спасателей, медиков и полиции. Также установят раздевалки и пункты с горячим чаем. Ожидатели крещенских морозов в эту ночь, а также о том, в каких местах погода будет более благоприятствовать купанию, нам рассказала начальник морской гидрометеорологической станции Анапы Елена Никулина. Ночью и утром местами слабые осадки, днем без существенных осадков. Ветер ночью с северо-восточной 12-17, порывы до 23 метров в секунду. Днем с северо-восточной 14-19, порывы тоже до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от 0 до минус 5 градусов, днем от 0 до плюс 5 градусов. Температура морской воды на 9 часов утра составила 7,8 градуса. Для купания местных жителей, конечно, очень благоприятно, такое более место будет, высокий берег, малая бухта и высокий берег, потому что на центральном пляже будет очень сильно холодно. Из-за сильного ветра будет даже продувать тело. Селфи с неоклом сегодня во всем мире отмечают день музейного селфи. Пользователи социальных сетей выкладывают свои снимки, сделанные в разных музеях, чтобы себя показать, на других посмотреть и поделиться с друзьями шедеврами мировой культуры. К акции присоединился и Анапский археологический музей. Зимой здесь немноголюдно, но активные пользователи соцсетей не упускают возможности лишний раз заселфиться. Впрочем, и сам музей активно использует информационные технологии. Анапский археологический музей в течение нескольких лет очень широко использует социальные сети в своей работе. Постоянно люди, наши гости, фотографируются в музее, выкладывают свои фото, после чего с помощью тех же самых хэштегов мы находим эти фотографии, публикуем у себя в Инстаграме, ВКонтакте, на Фейсбуке. И наше количество подписчиков с каждым годом увеличивается, растет. Акция проходит четвертый год подряд и с каждым разом набирает популярность. Ее суть заключается в следующем. Нужно сделать селфи с музейным экспонатом или на его фоне выложить фото в сеть, сопровождая хэштегом «Museum Selfie» или по-русски «Selfie в музее». Также можно отметить тегом и сам музей, в котором сделано фото. Цель акции – популяризация культурного наследия в современном информационном пространстве. Анапа попала в тройку самых популярных российских курортов в предстоящем летнем сезоне 2017 года. Исследование провел сервис поиска отелей rumguru.ru. По его данным, лидерами по раннему бронированию туров на лето стали Сочи, Анапа и Геленджик. В гостиницах Сочи бронируют проживание на летний сезон в среднем на 8,5 дней и платят 3000 рублей в сутки. В Геленджике – на 10 дней за 2800 рублей в сутки. Анапа – еще и самый доступный курорт. Здесь проживание бронируют в среднем на 14 дней и платят всего 2500 рублей в сутки. Наш генеральный партнер – производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает в новом году анапчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я прощаюсь с вами. До завтра. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует... Продолжение следует...